В эфире Вести Ульяновск, в студии Владислав Витковский. Добрый вечер, смотрите выпуски. Это был классический сход граждан. Основной докладчик старался убедить в успехе своего предприятия. Стороны, аргументированно, чаще без лишних эмоций высказывали свое мнение. Суть вопроса – в окрестностях Шиловки некий инвестор намеревается реанимировать меловой завод и, соответственно, продолжить разработку карьера. Оборудование обещают поставить суперсовременное. Будут использоваться низкотемпературные печи и тонкоулавливаемые фильтры. Выбросы в атмосферу незначительные. Жители Шиловки разделились. Есть те, кто за завод, и те, кто против. Основной аргумент последних – меловая пыль повредит экологии. Здесь воздух исключительный. По огороду куропатки бегают. Орлы и соколы. Ну, вообще, такого мы никогда нигде не видели. И представляете, что будет? Пойдет эта пыль. Она осядет на хвой, на листве. Птицы будут улетать. Таких, как Татьяна Васильевна, коренные шиловцы называют дачники. Они приезжают в село в основном на летние сезоны, выходные дни. Конечно, для них чистый воздух – главное. Для тех, кто живет в Шиловке постоянно, важным является не только экология, но и работа. В нашем селе большая часть проживают дачников, которые проживают в городе Ульяновск, пригороде, и приезжают к нам в наше село для отдыха. Они, наверное, будут против. Но мы, местные жители, за. Дачники, возвращаясь в свой город Ульяновск, весь этот мусор, который должны утилизировать, у нас и урны, баки поставили, выкидывают в этот же лес. Почему для них экологии не существует? Они против, что что-то будет загрязняться у нас с этим заводом, и, тем не менее, загрязняют его сами, сплошь и рядом. Во-первых, это рабочие места. В настоящее время, наверное, порядка 50-70 человек из Шиловки ездят фахтовым методом работать в Москву, в Петербург. То есть это брошенные семьи, брошенные дети. Где-то они зарабатывают. То есть месяц-два нет хозяина в доме, так сказать. Поэтому новые рабочие места мы надеемся. Все-таки возвращение мужчин в семью. Месторождение мела начали разрабатывать в окрестностях Шиловки в 1941 году. В советское время его добывали по 200-300 тонн в год. Сейчас планируют выйти на параметры 60 тонн в год. Молодой энергичный директор говорит о почти стопроцентной безопасности своего производства. Изначально в техническом задании была поставлена цель. Более 99% улавленной пыли. Технически готовились к этому более года. Сейчас подобрали комплекс фильтров. Стоимость их порядка 40 миллионов. Это раз. Второй момент. Открою секрет производства. Та пыль, которая осаживается в фильтрах, это самый дорогой продукт. Нам выгодно его собирать. И еще один весомый факт, без которого об истории с Шиловским мелзаводом нельзя составить полной картины. Производство граничит с Национальным парком Сенгелеевские горы. В этом году он должен получить статус федерального заказника. Наверняка и поэтому сейчас, еще не полностью изучив все государственные экспертизы, экологи пока осторожны в своих оценках относительно безопасности производства. Но рекомендуют не разделять жителей, которые дышат одним воздухом. Я считаю, что неправильным разделить дачников и жителей в Шиловке, потому что это в соответствии с Конституцией. Каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду, независимо от того, что он дачник или житель в Шиловке. Сход граждан завершился формированием согласительной комиссии. Вошли в нее как дачники, так и местные жители. Задача досконально изучить всю проектную и заводскую документацию и экологические заключения. Следующий обмен мнениями после майских праздников. Дмитрий Емельянов, Герман Баранов. Вести Ульяновск. Из Сенгелеевского района. Областная казна станет богаче на миллиард с лишним рублей. Дополнительные деньги перечислит Москва. По словам министра финансов Екатерины Буцко, это стало возможно благодаря систематической работе профильных ведомств. Речь идет об усилиях по включению 73 региона в федеральные программы. Уже 24 апреля Минфин намерен обратиться в законодательное собрание с просьбой зачислить перечисленные средства в бюджет. Особенно большие средства пришли на сельское хозяйство, на программу развития сельского хозяйства 672 миллиона. И 100 миллионов пришло на устойчивое развитие сельских территорий. Это и жилье на селе, и газификация, и чистая вода. Также огромные средства пришли у нас по модернизации дошкольного образования 203 миллиона. И мы видим, что и в образовании сейчас будет возможность проводить реконструкцию строительства детских садов. На заседании правительства рассмотрели другие финансовые вопросы. Министры изыскали средства на разработку проектно-сметной документации двух спортивных сооружений. Ульяновского стадиона «Труд» в Ульяновске, а еще спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Новоселке Меликесского района. Нашлись 100 миллионов рублей и на дороге. Деньги муниципалитетам перекинут с прошлогодних остатков на счетах дорожного фонда. В Ульяновске продолжается ремонт дорог. Ямочным методом уже ликвидировали выбоины на улицах Минаева, Рябикова и Шолмова, Люксембурга и Хлебозаводской, а также на проспектах Наримановой, 50-летия ВЛКСМ, улицах Варейкиса, Ефремова и на Западном бульваре. Всего на сегодня уже отремонтировано более 11 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Погода, которая в начале апреля, значит, преподнесла нам определенные сюрпризы, выпадение снега. Ну, график немножко сместился, буквально на 3-4 дня. Но, значит, ямочный ремонт на дорогах высшей, первой и второй категории завершен. Но я думаю, что до 1 мая, в принципе, тот объем, который мы на себя взяли, он будет выполнен. По информации ответственных лиц, в дорожных работах ежедневно задействовано около 100 единиц спецтехники. Работами охвачены все районы Ульяновска. Сейчас бригады работают на проспектах Гаи, созидателей улицах Тельмана, Димитрово, Камышинска, Ефремова, Первомайской, Профсоюзной, Полбино и на Московском шоссе. Также проезжую часть дорог моют и подметают, согребают и вывозят с мед, убирают мусор с остановок, прочищают ливневки и обновляют дорожную разметку. С помощью американской техники и высококачественной белорусской краски обозначают пешеходные переходы. Постараемся до майских праздников нанести на основных магистралях разметку. К началу выпускных экзаменов на всех пешеходных переходах вокруг всех учебных заведений нанесем разметку, так называемую зебру. И постараемся к 1 сентября обновить возле всех учебных заведений пешеходную зебру и всю остальную разметку постараемся тоже нанести. Что же касается карточного ремонта дорог, то администрации Ульяновска уже утвержден их график. Победитель первого конкурса компании «Ремстрой мост» приступит к работам с 12 мая и планирует завершить их не позднее 1 сентября. В мае состоится еще один аукцион на карточный ремонт дорожного покрытия на общую сумму около 300 миллионов рублей. В июне подрядчики должны будут приступить к работе. Вопрос безопасности пассажирских перевозок – это вопрос жизни и смерти. Сотрудники ЕГИБДД сурово констатируют. Нарушения, допущенные водителями маршруток и автобусов, исчисляются тысячами. Это меньше, чем за месяц. 7 апреля в регионе стартовала специальная профилактическая операция «Автобус». В ее рамках инспекторы ДПС часы пика в течение всего дня проверяли безопасность пассажирских перевозок. Уже к прошлой пятнице цифры были неутешительные. В период проведения данного мероприятия с 7 апреля выявлено 2300 нарушений правил дорожного движения Российской Федерации водителями автобусов. Были случаи даже такие, что водители маршрутных транспортных средств управляли автобусом в состоянии опьянения. Кроме состояния самих водителей, одно из наиболее распространенных нарушений – это техническое состояние самих автолайнов. Порой так называемые автобусы малой вместимости выходят на линию с такими неисправностями, с которыми их эксплуатация просто запрещена. Грешат перевозчики перегрузом, особенно в часы пик. Наглядный пример. Остановив сегодня утром микроавтобус одного из заволжских маршрутов, инспекторы сами были поражены. Количество пассажиров вдвое, если не втрое, превышало разрешенную норму. Удивила и реакция водителя. По словам самих водителей, в основном грешат перегрузом наемные работники. Им нужно за смену не только выполнить высокий план, но и заработать. Поэтому и стараются перевезти как можно больше пассажиров, нарушая при этом правила дорожного движения. А люди порой принимают такое рвение – гонку за прибылью и за благо. Мол, мы стоим, не можем уехать, а они нам помогают. Я сейчас на остановке стояла полчаса и ни на одной маршрутке не уехала. Вот, ладно, я остановилась. А часто приходится вот так вот бегом ездить. Каждый божий день. Каждый день. Сегодня профилактическая операция автобус подошла к концу. В итоге оказалось, что цифра 2300 – не предел. Только за эти выходные число нарушений выросло до 2900. Мария Пугачева, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Есть ли цена у неприязни? В Ульяновске сдержали женщину при попытке купить взрывное устройство. Таким образом, правоохранительные органы предотвратили тройное убийство. Как уточнили в Следственном комитете, причиной стал бытовой конфликт. 46-летняя жительница областного центра обвиняла своих бывших соседей в том, что они хотят отравить ее газом. По данным следствия, в период с августа 2013 года по апрель 2014 обвиняемого с использованием сети интернет осуществляла поиск способа приобретения взрывного устройства для последующего его использования с целью убийства своих бывших соседей, с которыми у нее сложились личные неприязненные отношения. 17 апреля при проведении совместных мероприятий органами Следственного комитета и Управления Федеральной службы безопасности в Ульяновской области, женщина была задержана после того, как она получила муляж взрывного устройства. Сейчас женщине предъявлено обвинение в приготовлении к убийству двух и более лиц с общоопасным способом, что грозит наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы. Ей назначена психиатрическая экспертиза, решается вопрос о заключении под стражу. В Ульяновск сегодня из Иерусалима прибыл благодатный огонь. Встреча прошла в 9 утра на Центральном железнодорожном вокзале. Здесь делегаты передали частицу огня представителям Симбирской митрополии. За прибытием благодатного огня этим утром наблюдала наша съемочная группа. Передавали святыню прямо в вагоне. Никаких пышных сопровождений. Все более чем скромно. Спешным шагом служители церкви идут к машине. Огонь по традиции доставляют в храм трех святителей, где уже с утра его ждут четыре десятка прихожан. Христос воскресе! Воистем воскресе! Христос воскресе! Воистем воскресе! Христос воскресе! Воистем воскресе! Благодатный огонь выносит из гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи. Считается, что он появляется сверхъестественным образом, а христиане верят, что такой огонь способен исцелить от любой болезни. Отмечать главный христианский праздник в Ульяновске начали еще за день до прибытия святыни. В Министерстве культуры заявляют, в ближайшие две недели в области пройдет порядка 140 различных мероприятий. Дорогие братья и сестры! Всех вас сердечно, с любовью поздравляю с этим величайшим торжеством! С праздником праздников и торжеством из торжеств! Христос воскрес и жизнь жительствует! Главный концерт, как и ожидалось, прошел в стенах губернаторского дворца культуры. В программе задействовали вокальные и танцевальные ансамбли, а помимо представителей метрополии, свои поздравления приехал выразить и глава региона. Самым светлым праздником, самым ожидаемым праздником, праздником Пасхи. И не только поздравить, но хотел бы пожелать, конечно, каждому из вас счастья. Пожелать, конечно, хотел бы каждому из вас здоровья. И чтобы мы не ссорились ни с тем, и уж тем более, чтобы всегда и внутри, и вокруг нашей страны был только мир. 3 мая по окончанию праздничного марафона в Ульяновске состоится фестиваль духовной музыки. Официальная программа гласит, что для этого в Ульяновск даже специально пригласили мужской хор из Санкт-Петербурга. Игорь Котов, Александр Абрамов, Борис Шибалдов. Вести. Ульяновск. Мебельный салон «Эвита» на Кирово-6 отпраздновал свой первый день рождения. Целый год профессиональные менеджеры помогали создавать уют в квартирах своих клиентов. А это десятки обладателей классической и современной мебели. Но в свой день рождения мебельная компания сама преподносит подарки. Кухни, спальни, гостиные и столовая мебель – все, что отражает истинную красоту и создает уют в доме. Главные составляющие интерьера можно найти в одном месте – в салоне «Эвита» на Кирово-6. Здесь представлены как последние новинки мебельной моды – спальня Рената, так и уже полюбившиеся горожанам коллекции, такие как спальня Верона. В нашем салоне каждый покупатель может создать законченный интерьер своего дома. Сегодня, в честь нашего дня рождения, мы всем покупателям дарим подарки. При заказе спального гарнитура – ортопедический матрас в подарок. При заказе набора кухонного мебели – столичница от немецкого производителя. В центре экспозиции – кухонные гарнитуры. Более десяти моделей от классики до модерна представлены непосредственно в салоне. Но заказать полюбившуюся модель можно и по каталогу. Мы искали добротную, солидную кухонную мебель. Хотели покупать итальянскую, но увидели кухню Мадлен. В Мадлен нам понравился классический стиль, много изысканных декоративных элементов, эффект состаренной мебели. Виден труд разработчиков и дизайнеров. Консультанты фирменного салона «Эвита» помогут на всех этапах сделки – от замера помещения и составления дизайн-проекта до доставки и гарантийного обслуживания. Здесь же можно выгодно оформить кредит. А в честь своего дня рождения компания «Эвита» делает щедрые подарки всем покупателям. Мебельный салон находится по адресу в город Ульяновск, улица Кирова, 6. Анна Панова, Кристина Агафонова, Александр Абрамов. Вести. Ульяновск. Покататься на коньках на большом льду в любую погоду. То, что еще недавно было чем-то из области фантастики, стало реальностью. Недавно открытая в областном центре «Волга» спорт-арена после хоккейного турнира и показательных выступлений звезд мирового фигурного катания распахнуло свои двери для всех желающих. Кто-то приносит свои коньки из дома, кто-то берет на прокат. Но в любом случае у первых посетителей «Волга» спорт-арены ожидания весьма радужные. В конце концов, на улице плюс 15, а здесь идеально ровный лед и, что немаловажно, всеобщее отличное настроение. Сначала грохались, потом потихоньку научились и классно начали привыкать. Один из самых юных посетителей – двухлетний Саша Логинов. Пока малыш, которому лишь недавно купили коньки, больше путешествует по льду на руках у отца. Но наверняка скоро этот мальчик и сам уверенно будет чувствовать себя на гладкой поверхности. В этой семье крепкие спортивные традиции. Я сам занимаюсь хоккейм-шайбой, в лидере тренируюсь. А вот первый раз здесь. Для меня просто удивительное. Качество льда прямо отличное. Лесные отзывы о качестве льда – лучшая награда для работников арены. Для них все это тоже в новинку. Ведь сооружений, подобных Волгоспорт-арене, по всей России всего четыре. Помимо Ульяновска, они расположены в Москве, Кемерово и Хабаровске. Звонков очень много, но я так понимаю, что народ просто еще не верит, что действительно это событие случилось, и Волгоспорт-арена заработала. С каждым днем, с каждым массовым катанием народу со мной все больше и больше. Как заверяют специалисты, в этом году Волгоспорт-арена будет работать все лето. Из-за своей уникальности это сооружение востребовано не только ульяновцами. Помимо массовых катаний, лед Волгоспорт-арены будет заняты другими мероприятиями. Уже сейчас ведутся переговоры с ледовым шоу из Санкт-Петербурга о показательных выступлениях. Ну а кроме того, четыре клуба по хоккею с мячом уже подали заявки на проведение здесь летом своих тренировочных сборов. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести Ульяновск. А теперь о погоде. Пенсионер, продавец, рабочий, учитель, электрик, врач, военный, строитель. Каждый оформить в банке спешит. Без справок за час. Народный кредит. Банк Экспресс Волга. Теперь у нас проще. 67-90-90. Пушкаревское кольцо. Отдыхаем дружно и доступно. Веселимся без временного ограничения в песочнице. Смотрим доступное кино в Матрице. Играем выгодно по средам в боулинг-клубе Корсар. РТЦ Пушкаревское кольцо. Московское шоссе 91. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью по области от минус одного до плюс четырех. В Ульяновске ноль плюс два. Завтра днем по области плюс пятнадцать двадцать. В Ульяновске от шестнадцати до восемнадцати градусов тепла. Это были «Вести Ульяновск». Я желаю вам приятного вечера. Всего доброго. До свидания. В эфире «Вести Ульяновск». В студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите выпуски. Решила купить взрывное устройство, чтобы проучить соседей. Чем закончилась коммунальная драма, расскажем в выпуске. Работа рядом с домом или благоприятная окружающая среда? Жители и дачники Шиловки. Перед дилеммой. Решающее слово за специальной комиссией. Благодатный огонь прибыл к нам сегодня. Так началась в Ульяновске светлая седмица. Борьба за воздух. В селе Шиловка Сенгилеевского района прошел сход граждан. На повестке дня стоял вопрос о возрождении мелового завода. О плюсах и минусах этого производства в нашем репортаже. Это был классический сход граждан. Основной докладчик старался убедить в успехе своего предприятия. Стороны аргументированно чаще без лишних эмоций высказывали свое мнение. Суть вопроса – в окрестностях Шиловки некий инвестор намеревается реанимировать меловой завод и, соответственно, продолжить разработку карьера. Оборудование обещают поставить суперсовременное. Будут использоваться низкотемпературные печи и тонкоулавливаемые фильтры. Выбросы в атмосферу незначительные. Жители Шиловки разделились. Есть те, кто за завод, и те, кто против. Основной аргумент последних – меловая пыль повредит экологии. Здесь воздух исключительный. По огороду пуропадки бегают. Орлы и соколы. Ну, вообще, такого мы никогда нигде не видели. И представляете, что будет? Пойдет эта пыль. Она осядет на хвой, на листве. Птицы будут улетать. Таких, как Татьяна Васильевна, коренные шиловцы называют дачники. Они приезжают в село в основном на летние сезоны, выходные дни. Конечно, для них чистый воздух – главное. Для тех, кто живет в Шиловке постоянно, важным является не только экология, но и работа. В нашем селе большая часть проживают дачников, которые проживают в городе Ульяновск, пригороде. И приезжают к нам в наше село для отдыха. Они, наверное, будут против. Но мы местные жители за. Дачники, возвращаясь в свой город Ульяновск, весь этот мусор, который должны утилизировать, у нас и урны, баки поставили, выкидывают в этот же лес. Почему для них экологии не существует? Они против, что что-то будет загрязняться у нас этим заводом. И, тем не менее, загрязняют его сами, сплошь и рядом. Во-первых, это рабочие места. В настоящее время, наверное, порядка 50-70 человек из Шиловки ездят фахтовым методом работать в Москву, в Петербург. То есть это брошенные семьи, брошенные дети. Где-то они зарабатывают. То есть месяц-два нет хозяина в доме, так сказать. Поэтому новые рабочие места мы надеемся. Все-таки возвращение мужчин в семью. Месторождение мела начали разрабатывать в окрестностях Шиловки в 1941 году. В советское время его добывали по 200-300 тонн в год. Сейчас планируют выйти на параметры 60 тонн в год. Молодой энергичный директор говорит о почти 100-процентной безопасности своего производства. Изначально в техническом задании была поставлена цель. Более 99% улавления пыли. Технически готовились к этому более года. Сейчас подобрали комплекс фильтров. Стоимость их порядка 40 миллионов. Это раз. Второй момент. Открою секрет производства. Та пыль, которая осаживается в фильтрах, это самый дорогой продукт. Нам выгодно его собирать. И еще один весомый факт, без которого об истории с Шиловским мелзаводом нельзя составить полной картины. Производство граничит с Национальным парком Сенгелеевские горы. В этом году он должен получить статус федерального заказника. Наверняка и поэтому сейчас, еще не полностью изучив все государственные экспертизы, экологи пока осторожны в своих оценках относительно безопасности производства. Но рекомендует не разделять жителей, которые дышат одним воздухом. Я считаю, что неправильным разделить дачников и жителей с Шиловкой, потому что это в соответствии с Конституцией. Каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду, независимо от того, что он дачник или житель Шиловки. Сход граждан завершился формированием согласительной комиссии. Вошли в нее как дачники, так и местные жители. Задача досконально изучить всю проектную и заводскую документацию и экологические заключения. Следующий обмен мнениями после майских праздников. Дмитрий Емельянов, Герман Баранов, Вести Ульяновск, из Сенгелеевского района. Областная казна станет богаче на миллиард с лишним рублей. Дополнительные деньги перечислит Москва. По словам министра финансов Екатерины Буцко, это стало возможно благодаря систематической работе профильных ведомств. Речь идет об усилиях по включению 73-го региона в федеральные программы. Уже 24 апреля Минфин намерен обратиться в Законодательное собрание с просьбой зачислить перечисленные средства в бюджет. Особенно большие средства пришли на сельское хозяйство, на программу развития сельского хозяйства 672 миллиона. И 100 миллионов пришло на устойчивое развитие сельских территорий. Это и жилье на селе, и газификация, и чистая вода. Также огромные средства пришли у нас по модернизации дошкольного образования 203 миллиона. И мы видим, что и в образовании сейчас будет возможность проводить реконструкцию, строительство детских садов. На заседании правительства рассмотрели другие финансовые вопросы. Министры изыскали средства на разработку проектно-сметной документации двух спортивных сооружений Ульяновского стадиона «Труд» в Ульяновске, а еще спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Новоселке Меликесского района. Нашлись 100 миллионов рублей и на дороге. Деньги муниципалитетам перекинут с прошлогодних остатков на счетах дорожного фонда. В Ульяновске продолжается ремонт дорог. Ямочным методом уже ликвидировали выбоины на улицах Минаева, Рябикова и Шолмова, Люксембурга и Хлебозаводской, а также на проспектах Наримановой, 50-летия ВЛКСМ, улицах Варейкиса, Ефремова и на Западном бульваре. Всего на сегодня уже отремонтировано более 11 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Погода, которая в начале апреля, значит, преподнесла нам определенные сюрпризы, выпадение снега. Ну, график немножко сместился, буквально на 3-4 дня. Но, значит, ямочный ремонт на дорогах высшей, первой и второй категории завершен. Но я думаю, что до 1 мая, в принципе, тот объем, который мы на себя взяли, он будет выполнен. По информации ответственных лиц, в дорожных работах ежедневно задействовано около 100 единиц спецтехники. Работами охвачены все районы Ульяновска. Сейчас бригады работают на проспектах Гаи, Созидателе, улицах Тельмана, Димитрово, Камышинска, Ефремова, Первомайской, Профсоюзной, Полбино и на Московском шоссе. Также проезжую часть дорог моют и подметают, согребают и вывозят с мед, убирают мусор с остановок, прочищают ливневки и обновляют дорожную разметку с помощью американской техники и высококачественной белорусской краски, обозначая пешеходные переходы. Постараемся до майских праздников нанести на основных магистралях разметку. К началу выпускных экзаменов на всех пешеходных переходах вокруг всех учебных заведений нанесем разметку. Так называемую «зебру» и постараемся к 1 сентября обновить возле всех учебных заведений пешеходную зебру и всю остальную разметку постараемся тоже нанести. Что же касается карточного ремонта дорог, то администрации Ульяновска уже утвержден их график. Победитель первого конкурса компании «Ремстрой мост» приступит к работам с 12 мая и планирует завершить их не позднее 1 сентября. В мае состоится еще один аукцион на карточный ремонт дорожного покрытия на общую сумму около 300 миллионов рублей. В июне подрядчики должны будут приступить к работе. Вопрос безопасности пассажирских перевозок – это вопрос жизни и смерти. Сотрудники ЕГИБДД сурово констатируют – нарушения, допущенные водителями маршруток и автобусов, исчисляются тысячами. Это меньше, чем за месяц. 7 апреля в регионе стартовала специальная профилактическая операция «Автобус». В ее рамках инспекторы ДПС «Часы пика» в течение всего дня проверяли безопасность пассажирских перевозок. Уже к прошлой пятнице цифры были неутешительные. В период проведения данного мероприятия с 7 апреля выявлено 2300 нарушений правил дорожного движения Российской Федерации водителями автобусов. Были случаи даже такие, что водители маршрутных транспортных средств управляли автобусом в состоянии опьянения. Кроме состояния самих водителей, одно из наиболее распространенных нарушений – это техническое состояние самих автолайнов. Порой так называемые автобусы малой вместимости выходят на линию с такими неисправностями, с которыми их эксплуатация просто запрещена. Грешат перевозчики перегрузом, особенно в часы пик. Наглядный пример. Остановив сегодня утром микроавтобус одного из заволжских маршрутов, инспекторы сами были поражены. Количество пассажиров вдвое, если не втрое, превышало разрешенную норму. Удивила и реакция водителя. По словам самих водителей, в основном грешат перегрузом наемные работники. Им нужно за смену не только выполнить высокий план, но и заработать. Поэтому и стараются перевезти как можно больше пассажиров, нарушая при этом правила дорожного движения. А люди порой принимают такое рвение – гонку за прибылью и за благо. Мол, мы стоим, не можем уехать, а они нам помогают. Я сейчас на остановке стояла полчаса и ни на одной маршрутке не уехала. Вот, ладно, я остановилась. А часто приходится вот так вот бегом ездить. Каждый божий день. Каждый день. Сегодня профилактическая операция автобус подошла к концу. В итоге оказалось, что цифра 2300 – не предел. Только за эти выходные число нарушений выросло до 2900. Мария Пугачева, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Есть ли цена у неприязни? В Ульяновске сдержали женщину при попытке купить взрывное устройство. Таким образом, правоохранительные органы предотвратили тройное убийство. Как уточнили в Следственном комитете, причиной стал бытовой конфликт. 46-летняя жительница областного центра обвиняла своих бывших соседей в том, что они хотят отравить ее газом. По данным следствия, в период с августа 2013 года по апрель 2014 обвиняемого с использованием сети интернет осуществляла поиск способа приобретения взрывного устройства для последующего его использования с целью убийства своих бывших соседей, с которыми у нее сложились личные неприязненные отношения. 17 апреля при проведении совместных мероприятий органами Следственного комитета и Управления Федеральной службы безопасности в Ульяновской области, женщина была задержана после того, как она получила муляж взрывного устройства. Сейчас женщине предъявлено обвинение в приготовлении к убийству двух и более лиц с общоопасным способом, что грозит наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы. Ей назначена психиатрическая экспертиза, решается вопрос о заключении под стражу. В Ульяновск сегодня из Иерусалима прибыл благодатный огонь. Встреча прошла в 9 утра на Центральном железнодорожном вокзале. Здесь делегаты передали частицу огня представителям Симбирской митрополии. За прибытием благодатного огня этим утром наблюдала наша съемочная группа. Передавали святыню прямо в вагоне. Никаких пышных сопровождений. Все более чем скромно. Спешным шагом служители церкви идут к машине. Огонь по традиции доставляют в храм трех святителей, где уже с утра его ждут четыре десятка прихожан. Христос воскресе! Воистем воскресе! Христос воскресе! Воистем воскресе! Христос воскресе! Воистем воскресе! Благодатный огонь выносит из гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи. Считается, что он появляется сверхъестественным образом, а христиане верят, что такой огонь способен истелить от любой болезни. Отмечать главный христианский праздник в Ульяновске начали еще за день до прибытия святыни. В Министерстве культуры заявляют, в ближайшие две недели в области пройдет порядка 140 различных мероприятий. Дорогие братья и сестры, всех вас сердечно, с любовью поздравляю с этим величайшим торжеством, с праздником праздников и торжеством из торжеств. Христос воскрес и жизнь жительствует! Главный концерт, как и ожидалось, прошел в стенах губернаторского дворца культуры. В программе задействовали вокальные и танцевальные ансамбли, а помимо представителей митрополии свои поздравления приехал выразить и глава региона. Самым светлым праздником, самым ожидаемым праздником, праздником Пасхи. И не только поздравить, но хотел бы пожелать, конечно, каждому из вас счастья. Пожелать, конечно, хотел бы каждому из вас здоровья. И чтобы мы не ссорились ни с тем, и уж тем более, чтобы всегда и внутри, и вокруг нашей страны был только мир. 3 мая по окончанию праздничного марафона в Ульяновске состоится фестиваль духовной музыки. Официальная программа гласит, что для этого в Ульяновск даже специально пригласили мужской хор из Санкт-Петербурга. Игорь Котов, Александр Абрамов, Борис Шибалдов, Вести, Ульяновск. Покататься на коньках на большом льду в любую погоду. То, что еще недавно было чем-то из области фантастики, стало реальностью. Недавно открытая в областном центре «Волга-спорт-арена» после хоккейного турнира и показательных выступлений звезд мирового фигурного катания распахнула свои двери для всех желающих. Кто-то приносит свои коньки из дома, кто-то берет на прокат. Но в любом случае у первых посетителей «Волга-спорт-арены» ожидания весьма радужные. В конце концов, на улице плюс 15, а здесь идеально ровный лед и, что немаловажно, всеобщее отличное настроение. Сначала грохались, потом потихоньку научились и классно начали привыкать. Один из самых юных посетителей – двухлетний Саша Логинов. Пока малыш, которому лишь недавно купили коньки, больше путешествует по льду на руках у отца. Но наверняка скоро этот мальчик и сам уверенно будет чувствовать себя на гладкой поверхности. В этой семье крепкие спортивные традиции. Я сам занимаюсь хоккейм-шайбой, в Лидии тренируюсь. А вот первый раз здесь для меня просто удивительное качество льда, прям отличное. Лесные отзывы о качестве льда – лучшая награда для работников арены. Для них все это тоже в новинку. Ведь сооружений, подобных «Волга-спорт-арене», по всей России всего четыре. Помимо Ульяновска, они расположены в Москве, Кемерово и Хабаровске. Звонков очень много, но я так понимаю, что народ просто еще не верит, что действительно это событие случилось. И «Волга-спорт-арена» заработала. С каждым днем, с каждым массовым катанием народу становится все больше и больше. Как заверяют специалисты, в этом году «Волга-спорт-арена» будет работать все лето. Из-за своей уникальности это сооружение востребовано не только ульяновцами. Помимо массовых катаний, лед «Волга-спорт-арена» будет заняты другими мероприятиями. Уже сейчас ведутся переговоры с ледовым шоу из Санкт-Петербурга о показательных выступлениях. Ну а кроме того, четыре клуба по хоккею с мячом уже подали заявки на проведение здесь летом своих тренировочных сборов. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести Ульяновск. А теперь о погоде. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью по области от минус одного до плюс четырех, в Ульяновске ноль плюс два. Завтра днем по области плюс пятнадцать-двадцать. В Ульяновске от шестнадцати до восемнадцати градусов тепла. Это были Вести Ульяновск. Я желаю вам приятного вечера. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok